Дорогие друзья, слава нашему Господу! Я приветствую вас всех на нашем четверговом онлайн-богослужении. И прежде чем приступить к проповеди, я бы хотел вместе с вами совершить молитву за нужды. Давайте прочитаем отрывок из Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Слова Иисуса Христа. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Слова Иисуса Христа. И в современном переводе это звучит так. «В этом же мире вас ожидают невзгоды». Друзья, Иисус Христос нас предупреждал о том, что наша жизнь, она, возможно, будет наполнена какими-то вот такими вещами. Не всегда это будет приятно, и это будут какие-то вот нужды, о которых Он нам говорил. И сегодня мы можем иметь это решение в Нем. Он нам дает рецепт. Он говорит, имейте во мне мир, потому что Он победил. Он победил, и все прошел. И мы сможем, обращая взор к Нему. Давайте отдадим Ему наши нужды в нашей с вами молитве. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за Тую любовь и милость к нам и просим во имя Иисуса Христа, помоги каждому из нас в наших нуждах. Кто-то нуждается сегодня в исцелении, кто-то нуждается в освобождении, кто-то нуждается в помощи. Боже, благослови всех. Благослови тех, кто нуждается, может, в финансах каких-то, в решении проблем текущих, налаживании отношений. Боже, мы все приносим в Твои руки, все наши нужды. Благослови их, помоги нам и укрепи нас. Дай нам, Господь, видение и понимание, что Ты наше решение, Господь, и в Тебе, Господь, мы можем иметь этот мир. Слава Богу, друзья! И начиная проповедь, я хочу вспомнить о том, что Иисус Христос в своих притчах, то есть притчи, по сути, это наглядный пример, и Он часто приводил примеры вот такие вот из земледелия. Давайте вспомним вот эти притчи. Вышел сеятель, сеять семя, притча о растущем семени, о пшенице и плевелах, вот о сорняках, о работниках в поле, о виногрядарях и так далее. Это можно все читать в Евангелии. И, по сути, в общем-то, это логично, так как, учитывая аграрный характер экономики того времени, вообще уклада жизни того времени, она была вот жизнь людей, она тесно, неразрывно была связана с землей. И людям это было близко, понятно, это было доступно. И, возможно, если бы сегодня были вот эти вот события, они происходили, если бы сегодня, то, возможно, героями вот этих вот историй наглядных были бы какие-то современные люди, и там бы, может, говорилось, возможно, там о смартфонах, об интернете, блогерах, там еще что-то, то, что нас сегодня так вот окружает. Но, так сказать, это было бы сейчас. Возможно, а может быть и нет. И, ну, мне тоже нравится вот это вот близко, как-то тоже вот это сельское хозяйство, примеры вот эти вот из земледелия. И, в общем-то, мы и ушли не так далеко оттуда. Помните, вот у кого детство, по крайней мере, пришлось на 90-е, как у меня, у большинства людей тогда были сады, огороды, дачи везде, там, может, по-разному называлось, но люди выращивали картошку, люди какие-то грядки садили. И я помню, мое детство, оно было наполнено вот этим поливанием, и пололи мы, и все делали. То есть не так далеко мы оттуда ушли. Вот. И, ну, хочу вот взять в качестве примера также иллюстрацию такой, аграрный пример. Не потому, что я скажу, что это вот Иисус брал именно это я, но мне просто это тоже нравится, близко и понятно. Вот. Тем более я учился вот в аграрном вузе. Вот. И кое-что я могу с вами вот поделиться своими измышлениями. И в качестве примера я сегодня хочу взять вот такой пример, как севооборот. Такое вот есть понятие. Севооборот – это, по сути, вот сейчас просто немножко, так сказать, теории для того, чтобы вот донести вообще о чем речь. Это один из приемов агротехники. А агротехника – это вот как раз-таки совокупность вот этих приемов, направленных на повышение урожайности. То есть урожайности культур при минимальных затратах. То есть трудозатраты, посевные какие-то затраты и все прочее. Вот. И севооборот – это, если такое понятие его сказать, что это такое, это научно обоснованное чередование культур и паров во времени и территории. Так сразу же во времени и пространстве, да, такое сразу навевается пространственно-временной континуум. Ну, что-то из этого, друзья. Вот. Суть его, если вот простыми словами уже объяснять, суть его в том, что на одном и том же месте вот выходит агроном на поле и решает, где что посадить. И вот на одном и том же месте в течение нескольких посевных вот этих вегетативных периодов подряд неэффективно высаживать одну и ту же культуру. Без чередования. То есть вот взяли поле и на нем первый год посадили, допустим, пшеницу, и второй год, и третий, и четвертый, и так постоянно. То есть вот суть севооборота, что так делать неправильно, нужно чередовать. И при этом еще соблюдать определенные правила чередования. То есть есть вот такое понятие, как предшественники и последователи. То есть, например, после морковки хорошим последователем будет помидор. Если на это же место, где росла морковь, посадить в следующий раз помидоры. И плохим будет огурец или лук, потому что урожайность будет хуже, чем при других условиях. Это все научно обосновано, это не просто так. И для наглядности давайте я сейчас это все визуализирую, чтобы было как-то понятнее. Вот, допустим, есть поле. И поле делится на участки. То есть агроном планирует, как и где разделить. И это я схематически рисую. И вот, допустим, есть вот такие участки. Поле разделили. И вот агроном решает. Здесь я посажу зерновые. Зерновые, допустим. Здесь бобовые. Здесь, допустим, бахчевые. Бахчевые. Тут, например, корнеплоды. Моя любимая морковь. И остается место для пара. Сейчас я объясню, что это такое. И сидираты. Тоже сейчас объясню. Так вот, суть, для чего вот это вообще я сейчас все объясняю. Показываю. Суть в том, что если высаживать одну и ту же культуру, здесь только это, здесь только это, то урожайность, она падает. Урожайность падает. Но падение урожайности, это же, скажем так, следствие, а не причина. А причина в том, что каждая из культур, она оказывает определенное влияние на субстрат, то есть на почву, из которой она произрастает. И, то есть, допустим, зерновые положительно влияют на структуру почвы, вот сама вот там зернистость все, бобовые отрицательно. Там эти еще как-то, эти еще как-то. То есть минеральный состав почвы. Каждая культура, она меняет. Она берет из почвы определенное то, что ей надо. И в процессе своего вот вегетации, своего роста, она видоизменяет то место, где она растет. И поэтому там появляются зерновым, допустим, свойственны одни вредители. То есть, скажем так, биоциноз меняется, вот эта вот микрофлора, ну и определенные личинки, вредители и все прочее у этих свои. И поэтому для этого, в том числе, культуры чередуют. То есть, первый год здесь, допустим, садят зерновые, потом их садят сюда, эти садят сюда, это переходит сюда, сюда и сюда. Ну, как бы, я думаю, если в двух словах, то это понятно. Но помимо этого еще культуры чередуют, но есть такое понятие еще как пар. То есть, какой-то определенный год, вот это тот участок, вот оно вот идет, вот так вот. Это вообще схема, она, скажем так, ну, может быть другая, это я для схемы. То есть, может быть зерновые, зерновые, может быть какая-то доминантная культура в структуре севооборота. Вот, ну, тем не менее, принцип я объясняю. Какой-то определенный год, определенный участок оставляют, вообще ничего не садят. Для того, чтобы почва набралась влаги, для того, чтобы вот она подышала, чтобы она еще чем-то наполнилась какими-то веществами. Ее перепахивают и оставляют просто. Это называется пар. И есть еще понятие как сидираты. То есть, ну, или зеленый пар по-другому называют. То есть, высаживают какие-то растения, обычно это травы, ну, клевер, допустим, вот такой, ну, распространенный. И его высаживают и потом просто запахивают. Чтобы земля вообще ничего-то не отдала, то, что она взрастила, а осталось все в ней. Для того, чтобы урожайность повышалась. Вот. И еще раз повторюсь, здесь определенное чередование, не просто так, что, зачем, тоже в определенных условиях. Так вот, вот почему вот это я все сейчас показал, объяснил, мне это в чем-то напоминает вот нашу с вами человеческую жизнь. И я сейчас просто буду объяснять вот на этом примере, как это я все вижу. И давайте сейчас вот аллегорически, вот так вот, образно, что ли, представим свою жизнь, нашу вот эту жизнь, как вот это поле. Вот. Нарисую вот здесь еще. Тоже какое-то поле. И мы с вами, как агрономы, которые вот трудимся на этом поле, каждый что-то выращивает, каждый что-то делает, каждый старается вот получить какой-то все равно плод. Я думаю, нормальные люди, они хотят, чтобы вот их жизнь, она была не просто так прошла, а чтобы что-то оставить, чтобы что-то сделать, чтобы что-то создать, чтобы вот как-то не просто так пройти этот земной путь. И чем мне это понравилась, эта схема, вот этот севооборот, есть несколько вещей. И я сейчас их хочу рассказать. И, конечно, первое, это то, что мы на своем поле, на своем жизненном поле, как правило, мы разделяем свою жизнь на какие-то сегменты. Осознанно, неосознанно, но тем не менее, мы как-то не делаем вот так вот, как, допустим, пришел бы неразумный, так скажем, агроном, взял зерна пшеницы, взял зерна гороха, зерна огурцов и морковки. Вот так вот все перемешал, посадил на это поле и вот ждет, что вырастет, а там это, это или это. Ну, у кого-то, возможно, так и бывает в жизни, но тем не менее, мы не смешиваем. В нашей жизни есть какие-то определенные такие же сегменты, которые мы стараемся все-таки разделить. И, допустим, одна из вещей, которая большое место занимает в нашей жизни, это наша работа. Работа. То есть, так или иначе, нам с вами приходится добывать свой хлеб. Так или иначе, нам с вами приходится, ну, обычно, в принципе, в большинстве случаев, вставать утром, собираться, завтракать и идти куда-то на работу. Ну, или, может быть, кто-то дома сейчас вот, формат удаленки как бы опять возвращается и вновь становится актуальным и, в общем-то, занял определенное место в трудовых таких отношениях. Но, тем не менее, мы занимаемся работой. Дома ли это? Где-то в специальном помещении, в специальном месте мы работаем. И если мы не будем работать, то мы просто умрем от голода. Нам нечего будет есть. Вот. Работа. Это одна из сфер нашей жизни, которая занимает определенное место. Следующая вещь – это семья. Семья. Тоже в нашей жизни это имеет место быть. И даже если нету, например, детей или вообще мужа или жены, есть родители или там какие-то близкие люди, которые тебе дороги, в определенном смысле и друзья бывают, если уж совсем никого нету, занимают вот это вот место семейное. У кого-то это может быть даже, ну, бывает и так, что домашнее животное, какой-то четвероногий друг, он самая близкая живая душа. Это тоже в чем? Ну, то есть семья, я еще раз повторюсь, это просто схематично, это не обязательно так у всех. Ну, в принципе, по большему счету так. Семья. Есть хобби у людей. Хобби. Это различные тоже, чем мы любим заниматься помимо работы, но это тоже определенный отдельный сегмент нашей жизни. И мы это тоже как-то по большему счету разделяем. У кого-то это может быть какие-то походы, кто-то любит ходить. Или рыбалки. Это может быть в гараже человек любит в машине заниматься. Или еще что-то с интернетом может быть связанное. То есть хобби – это вот то, что мы делаем для себя, для вот чтобы то, что нам нравится. Но оно все-таки отнимает определенные наши силы, затраты. Поэтому я и выделил это в отдельный вот такой вот сегмент. Служение. Мы верующие люди. Служение. Но служение – такая вещь, она, я считаю, тоже, почему и выделяю ее отдельно, потому что все мы, кто-то занимается в церкви, кто-то, может быть, в церкви ничем не занимается, но служит с ближним людям, то есть что-то делает для людей, для окружающих. Может быть, кто-то бабушке соседской помогает, может, еще что-то. То есть это тоже такое можно выделить в отдельное. В отдельную такую категорию нашей жизни, которая тоже занимает определенное место в жизни верующего человека. Служение. Следующее. Бог. Я, скажем так, не начал с этого намеренно, потому что я буду проводить определенные аналогии. И Бог, я его обозначил пятым, не потому что он у меня на пятом месте, а потому что, чтобы удобнее было вот это вот доносить, вот эту информацию. Но Бог, Он, конечно же, это тоже в жизни верующего человека отдельная такая вот большой пласт. И я разделил это со служением, потому что я считаю, что это все-таки разные вещи. Наше служение – это то, что делаем мы, а Бог – это служение, это то, что мы делаем для людей, для ближних, кому-то стараемся. В силу своей христианскости, в силу того, что есть в нашем сердце. Но все-таки Бог и отношения с Ним – это немножко другое. Бог, когда мы наполняемся им, когда мы приходим к Нему, когда мы пребываем в Нем, когда мы имеем общение с Ним. И это тоже отдельный такой сегмент нашей жизни. Ну и последнее. Отдых тоже должен иметь место в нашей жизни. Ну, конечно же, это ежедневный сон, который занимает, как минимум, если поправильно смотреть, то он должен треть нашего времени занимать, всего, которое у нас есть. То есть это такой значительный пласт, скажем так. Отдых. Ну, помимо сна, это еще какие-то отпуска, это еще просто физический отдых, когда ты ничего не делаешь и когда, может быть, это ты что-то делаешь, но для себя. Ну, отдых – это тоже отдельный сегмент. И с этим мы разобрались. Мы, то есть свою жизнь, мы также не смешиваем все в одно. Есть разные вещи, которые мы себя и ведем по-разному, и которые для нас выполняют разные функции, для нашего я, для нашего человеческого. И вот мы, как агрономы своей жизни, мы делим свою жизнь, свое поле вот на вот эти участки, и мы сами решаем, чего и сколько у нас будет. Сами решаем, в какой это будет последовательности. И это вторая вещь, то есть все-таки мы это чередуем. Мы занимаемся на каждом поле из этих своих вот работа, семья, хобби, служения, бог, отдых. На каждом поле мы занимаемся вот в разное время, как вот в случае с севооборотом. То есть для каждого места есть определенное время, для каждой культуры есть определенное время. И это тоже, по сути, такой как пространственно-часть вот этого пространственно-временного континуума, когда мы в одно время можем быть только в одном месте, в определенном. И правильно то, что мы это чередуем, и не нужно это все смешивать вот в свою жизнь, потому что порой мы начинаем не вовремя заниматься, допустим, отдыхом, или не вовремя заниматься каким-то хобби, работа для работы. Если это студенты, то в нашей жизни должно быть понимать, студенты должны понимать, ученики, что вот это время у них, оно чтобы учиться, всему свое время. И вот чередовать правильно нужно, нужно правильно вовремя заниматься своими какими-то вещами. Если, допустим, ты все время работаешь, то ты должен чередовать это. Работа не должна занимать все твое время. Иначе вот здесь, на семейном поле, допустим, ты можешь потерять. Потому что дети, например, они, чтобы стать главным человеком, если ты хочешь стать, например, главным человеком в жизни своего ребенка, в жизни своего сына, то ты это должен успеть сделать до определенного возраста. До определенного возраста, потому что всему свое время. И если ты до пяти лет, допустим, вообще никак не общался со своим ребенком, ты все время работал, понятно, но ты упустил это время, всему есть свое время, и ты должен успевать. Детей нужно, как я считаю. Если это в твоих возможностях, каждый день, каждого как минимум обнять, чтобы вот контакт вот именно физически, что-то сказать хорошее, поговорить, провести какое-то время, потому что это время уходит, и ты его потом уже не вернешь. И всему должно быть свое правильное время, как в случае здесь. Оно должно чередоваться. Твои занятия, они должны чередоваться. Ты не должен неправильно чередовать. Ты должен именно быть там, где ты должен. Распредели правильно свой вот этот вот большой жизненный севооборот, свои поля, посмотри, где тебе важно, что ты хочешь вырастить, что ты хочешь, чтобы у тебя было. Поэтому еще раз говорю, важно не просто все чередовать, а делать все вовремя. И здесь я не могу просто не прочитать одно из любимых моих мест Писания, это Экклесиаст 3.1. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженные, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Друзья, всему своё время в этой жизни, время работать и время быть с семьёй, время заниматься своим хобби и время заниматься служением, друзья. У нас должно быть время для Бога и время для отдыха. В нашей жизни всё нужно делать вовремя. И мы сами решаем, всё-таки мы люди свободные, свободные личности, когда и чем мы занимаемся. Мы можем пододвигать какие-то вещи, мы можем это регулировать. И поэтому призываю вас, друзья, распределяйте своё время правильно, потому что всему своё время. Третья вещь, которую я хочу здесь отметить, вот как в случае, проводя аналогии с севооборотом и с нашим жизненным, скажем так, с севооборотом, это то, если мы начинаем заниматься чем-то одним, если мы начинаем заниматься чем-то одним, то мы, как правило, выгораем. Мы выгораем, потому что, глядя вот на вот эту схему, на схему севооборота, если мы начнём на одном поле выращивать, допустим, зерновые культуры, то через несколько лет мы будем сажать их и их, потому что это хорошее, это хлеб, например, пшеница, и нам она нужна. Но мы сажаем их и их сажаем, не чередуя ни с чем. Через определённое время там заведутся определённые вредители. Через определённое время в земле не останется именно тех веществ, которые нужны именно для зерновых. Земля, она истощится, и она покроется вредителями, свойственными вот именно этой культуре. Поэтому в нашей жизни ведь так же, если мы начинаем заниматься чем-то одним, пренебрегая всеми остальными, даже, может, так делаем, но в голове у нас одно оно, и мы это делаем, делаем и делаем, то эффективность и результат, он снижается. Даже в течение дня замечено, если сидеть за компьютером и работать, допустим, подряд часов, ну, 8 даже часов в рабочий день, то количество сделанного, оно будет, эффективность твоей работы, она снизится, как если бы ты, допустим, сделал часовой или там двухчасовой перерыв, на что-то отвлёкся другое, даже если это тоже по работе, и опять сел, понимаете? Вот, это то же самое, в нашей жизни то же самое. То есть, если мы будем заниматься, если мы не будем чередовать в своей жизни какие-то занятия, если мы не будем это практиковать, то мы потерпим определённое фиаско. И в голове, как я говорил уже, заведутся так условно определённые тараканы, свойственные именно этому роду занятий. Если мы будем постоянно работать, постоянно на работе, у тебя всё на работе, бывают такие люди, с ними общаешься, работа-работа, понимаете? И есть, как говорят, профессиональная деформация происходит. И даже если человек не постоянно на работе, но он всю жизнь занят чем-то одним, знаете, говорят там, вот это понятно сразу, учитель, то есть всю жизнь проработал. Почему? Ну потому что человек уже даже не на работе, будучи где-то, вот просто в быту он начинает проявлять вот эти вот качества, которые могут в чём-то даже менять его, мешать ему. Вот, допустим, учитель или там какой-то руководитель, да, то есть чиновники там или там полицейские, или там ещё какие-то люди, облечённые определённой властью, они также меняются со временем. Они также меняются со временем. Это вот, или занимающийся чем-то определённым человек, это может его просто менять. Я ещё раз говорю, есть такое понятие, как профессиональная деформация, люди советуют на время хотя бы просто даже, хотя бы просто отдыхать. Потому что вот эти схемы севооборота на самом деле, они бывают разными. Бывают, допустим, вот я к тому, что даже если не с чем менять, у кого-то бывает у людей, ну мало ли, просто одна работа в жизни, больше ничего нету, или ещё что-то, одна семья, допустим, и больше ничего нет. Но бывают все обороты такие, что первый год мы садим сюда зерновые, второй год зерновые, даже третий год зерновые, а на четвёртый год обязательно нужен пар, обязательно нужен отдых, обязательно нужен Бог, обязательно нужно что-то, что тебя восстановит, тебе нужно переключаться, тебе нужно уметь именно не отключаться, а переключаться, то есть выкладывать из своей головы не нужно, выкладывать то, что тебе начинает давить, вот это вот обязательно нужно. Поэтому такая вещь, как правильное чередование, это тоже в нашей жизни она есть. И поэтому я и привожу вот эти аналогии. То есть на одном и том же месте, если мы начнём садить, бобовые, да, хорошо, они наполняют землю азотом, ещё чем-то, но там тоже свои заводятся, там тоже, каким бы хорошим это ни было, это нужно менять. Мы должны уметь переключаться в своей жизни, роды, деятельности, мы должны от одного к другому. Если человек, допустим, постоянно он с семьёй, он постоянно в семье, и так тоже тяжело становится, у человека, если это молодая мама, то вот у них где-то там уже начинают подгузники, стирка, дети, 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 и всё. Мужья, помогите своим жёнам отключиться, помогите им передохнуть, заменяйте их в этом деле, в чём-то, в чём можете помочь. Если человек начинает постоянно заниматься только хобби, вот у него, даже он ходит на работу, но в голове, я ещё раз повторюсь, что нужно уметь ещё из головы выкладывать определённые вещи, потому что если у человека, допустим, вот это вот хобби, и оно может уже дальше, и, ну, бывает кто-то, у кого хобби и работа совпадают, но потом это приходит и в семью, потом это всё занимает всё место в голове, и не остаётся для каких-то других вещей, которые тоже важны. Поэтому нужно уметь хобби, служение. Опять же, как казалось бы, хорошо, но в служении человек, он целыми днями, он больше ничего не делает, но я знаю столько семей, которых как раз-таки, как казалось бы, хорошая вещь в служении, когда один из супругов полностью погружается, то в семье, бывает, начинаются проблемы, потому что всё время в служении, в служении, в служении, а семья вот здесь вот, на поле семьи ничего не урастает, и там начинаются проблемы, там всё сорняками зарастает, потому что человек не приходит сюда и не возделывает этого. Поэтому даже хорошее может оказаться не совсем полезным. Вот. Нужно уметь переключаться с одного на другое. У нас должно быть это в голове, по моему мнению. Вот. Ну, четвёртая вещь, и самая главная, и то, к чему я веду, нам нужно уметь также иметь время и уметь восстанавливаться. Восстановление. И не зря даже для растений это важно. И первое, то, что я выделил, вот этот сегмент, это Бог. Он наш восстановитель. Я хочу прочитать место из Писания сейчас, Эфессиным 5, 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Здесь Павел говорит о том, что как бы проводит аналогию между вином и духом, то есть между вином и Богом. Потому что, ну, в чём-то может быть это действительно так, потому что те люди, у которых нету Бога, мы верующие, у нас, слава Богу, у нас есть это всё. У нас есть общение Святого Духа, исполнение Духа. У нас есть Господь, к которому мы можем обращаться. Но люди, которые не знают Бога, они как раз это место пытаются залить вином, на мой взгляд. На выходных, вот в отдыхе, ещё что-то. Всегда пьют, потому что что-то нужно душе. Душа требует, но вот этот суррогат люди начинают принимать. Но на самом деле, самое лучшее, именно вот это восстановление, это в Боге, в нашем Святом Духе. Потому что, когда ты, вот в работе весь бывает, вот не знаешь, что, накатилась проблема, ещё что-то, как имя Бога, как крепкая башня, укрываешься в нём и безопасен. Ты приходишь к Богу, ты просто садишься и открываешь Ему своё сердце. И Он тебя утешает, Он тебя наполняет, Он даёт тебе новых сил. Казалось бы, откуда? Ну, Господь это наполняет. Господь через Святого Духа. Мы можем это иметь. И это и есть вот это вот состояние, как раз пар. На самом деле, вот пары бывают разные, и есть такое понятие, как чистый пар. Чистый пар. То есть, это вот в растеневодстве, это когда поле просто перепахивает, оставляет чёрным, вот чистым, ничего не засаживают туда. и земля, она просто, она дышит. Эта земля, она просто, она дышит вот этот вот весь период, она наполняется влагой, она наполняется какими-то питательными веществами, она восстанавливается, друзья. Так вот, мне вот это напомнило состояние, когда я сажусь перед Господом, когда я хочу восстановиться, и я как вот этот вот перепаханный, и я сажусь, и я обращаюсь к Нему. Я ничего не могу уже не произрастить, во мне ничего нету, но Бог меня наполняет, Он меня исцеляет, Он меня отдаёт вот эту вот силу, чтобы дальше идти, и дальше что-то делать. Понимаете? И я сейчас ещё коснусь от отдыха, здесь отдельное поле. Отдых восстанавливает наше тело физически, а Бог, Он нас восстанавливает духовно. И наш дух, и наше тело, как написано, думал Бог в тело, и стал человек душою живое. И таким образом наша душа, наша жизненная вот эта вот энергия, она наполняется заново. Мы отдых и восстановление, вот это вот всё, я как бы объединю вот это вот состояние покоя. И чем-то отдых, вот мне напоминает вот эти вот сидираты, то есть сидираты, я уже говорил, повторюсь, это когда высаживают что-то, и оно закапывается, остаётся для себя. Это как вот отдых. Мы же на отдыхе можем сходить, ну не знаю, женщины любят ходить там на всякие процедуры, там может быть ещё что-то. Чем-то схоже, конечно, с хобби, но тем не менее, вот отдых, то есть когда ты делаешь что-то, и ты это для себя, ты это оставляешь в себе, это тоже должно быть у нас. Мы тоже должны уметь что-то делать для себя и оставлять себе. Для чего? Для того, чтобы трудиться на работе, в семье, в служении. И здесь такая, на мой взгляд, есть важная вещь, ещё одна, на которую я хочу обратить внимание. Вот в растеневодстве, вот этот вот сегмент, чистый пар и зелёный пар, это вот всё остальное, там, когда засаживают, оно не для того, чтобы земля потом чистый пар у неё была, и всё, а наоборот, вот этот отдых земли и наполнение её для того, чтобы потом была урожайность. Так вот, мы иногда тоже путаем, мы работаем весь год для того, для чего там, чтобы отдохнуть, чтобы отдыхать, отдых наша цель, но по сути-то, по своей отдыху, это для того, чтобы мы дальше могли трудиться, дальше могли что-то созидать, дальше могли как-то двигаться, дальше могли приносить плод, понимаете? Поэтому важно, это тоже, это важная часть процесса, это не его венец, это часть процесса, который, вот он вот так вот идёт, друзья, поэтому отдых, обязательно отдыхайте, что-то делайте для себя, что-то делайте, чтобы двигаться дальше, чтобы дальше мы могли служить Господу, чтобы дальше мы могли служить нашим ближним, чтобы дальше мы могли работать, чтобы дальше мы могли служить своей семье и всё прочее. То есть состояние покоя. И вот это всё вместе я условно назову состояние покоя. Состояние покоя. И знаете что, любое восстановление, оно должно это подразумевать. Иногда просто, я по своему опыту помню, у меня такая работа, что, как сказать, допустим, не с 8 до 5, а я сам когда что делать определяю. И есть вещи, которые постоянно приходится делать, текучка какая-то, а есть форс-мажорные, и на неделе обычно, бывает так часто, что не бывает времени посидеть с текучкой. И так я ловил себя много раз на мысли, что я жду выходных, для чего? Для того, чтобы поработать, чтобы вот эти еще вещи сделать. Я понимаю, что это неправильно и всячески стараюсь этого избегать, но тем не менее это бывает. Но вот то, что я хочу сказать, все-таки отдых настоящий, он должен подразумевать состояние покоя, как физического, так и духовного, ну и соответственно душевного, на мой взгляд. Это не должно быть, как знаете, вот в армии, я помню, там что не праздник, то спортивный, что не отдых, то активный. То есть ты ждешь так этого, вот в воскресенье утра, ты прямо вот думаешь, или там после обеда, субботы, когда на рабочке не выводят тоже, ты этого ждешь. И приходит ночфиз и говорит, друзья, у меня для вас хорошая новость, у нас сегодня спортивный праздник, мы трешку бежим. И такое разочарование. Поэтому отдых, он подразумевает восстановление, отдых, он подразумевает состояние покоя. И знаете, что, вот мы в Писании тоже читаем, что в первой главе в Бытии, в Библии мы читаем, что когда Бог наш Господь, Он завершил творение, Он тоже вошел в некое состояние покоя. И там описывается вот некие семь дней, и шесть дней Господь созидал, творил, и на седьмой день, Он вот написано, почил, отдел своих вошел в состояние вот этого покоя. И то, что я здесь заметил, вот семь дней, это же как бы отсылка к неделе, к некому такому, к некой такой вот цикличности процесса на самом деле. И я сейчас не хочу, вернее, ну как бы разбивать какие-то догмы, я просто свое вот понимание, свой взгляд на вот это вот на семь дней творения хочу с вами поделиться. Вот, потому что, ну то, что я увидел, как вот мне показалось, давайте вот сейчас прочитаем. Господь все, во-первых, Он все так же разделил, Он разделил, Он не все там одновременно раз, и то есть это было семь дней определенные вещи, и в течение вот шести дней Он все созидал и творил. И в первый день, вот как мы читаем, Он создал сначала так, ну литосферу я это назову, то есть Он создал и звезды там, и землю, то есть вот это вот, что земля крутилась, она и было и день, и ночь смещение, вот земля, то есть вот это просто оболочка сама. И потом на второй день Он там создал стратосферу, то есть и там вот эти вот озоновый слой, и все как появилось, то есть вот эти вещи. И в третий день Он создал там континенты и фауну, и я так понимаю, земля была вот в атмосфере, там были газы наполнены, свет был, но его не было солнца видно. Свет был как бы от солнца, что земля же вращалась уже, и там дальше континенты и фауну, и в четвертый день Господь это все состав атмосферы, вот как раз вот такие растения, вот эти фауны, они как бы меняли состав атмосферы и стало видно, то есть как вот сейчас вот мы видим солнце и звезды, они появились на небе, их стало видно. И на пятый день Бог создал рыб и птиц, шестой день наземных животных и человека, и вот седьмой день Бог отдыхал. И вот безусловно, конечно, я знаю, ну как и написано, Бог потом, в седьмой день Он почил, то есть Бог находится в состоянии покоя, сотворив все. То есть Он вот это все мироздание, Он привел в состояние равновесия, почему сегодня всякие там вирусы выплескиваются, еще что-то все меняется, потому что человек уже вмешался, и равновесие где-то оно теряется от вмешательства человека, а изначально Бог все ввел в состояние равновесия, и все было весьма хорошо, как Он сказал. Бог увидел, что все весьма хорошо. Так вот, безусловно, Бог находится в состоянии покоя, сотворив все. Но с другой стороны, если посмотреть, процессы-то не прекратились, и где-то идет в недрах Земли какие-то движения по образованию, вот эта литосфера движется, и в воздухе летают газы, это вся атмосфера, стратосфера, и континенты даже ученые изучили, что тоже в каком-то движении, и фауна, то есть растения, они плотятся, размножаются, растут однажды, изреченное Богом оно действует и по сей день. И солнце, и звезды на небесах, в общем-то, и рыбы, и птицы, и люди, каждый день рождаются люди и все прочее. То есть процесс, он не остановился, он идет. И у меня как бы складывается впечатление, что это как бы вот, простите, ну вот как бы вот такой божественный севооборот. И Господь как бы вот на этих полях, он нас возделает, он как самый великий агроном, он создал, и все движется. И одновременно здесь же есть и покой Божий, его покой Божий, равновесие творения, равновесие, баланс какой-то в нем. И одновременно и движутся все эти процессы, движимые его силой. И мне это кажется как, почему это так? Потому что это какая-то Божья последовательность, его божественная, непонятная, недоступная нам. Оно написано, ведь я альфа и омега, начало и конец, первый и последний, был, есть и буду. То есть это нам не совсем понятно, но вот эти циклы творения, которые вот там описаны, они, мне кажется, и сейчас продолжают совершаться. И сейчас это все движется, и Господь и сейчас в покое. Он вот этот вот глобальный агроном, управляющий всей нашей вот этой вселенной, управляющий мирозданием. И потому что, ну если уж говорить вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней, седьмой день Господь отдыхает, а на восьмой день что? Опять на работу, как мы выходим? Или как это? То есть, понимаете, мне кажется, это идет все параллельно. Поэтому, потому что Бог, Он, вот описано вот это вот так вот по дням, вот как вот это написано в Библии, на мой взгляд, это для нашего вот с вами понимания, потому что мы можем это вместить. Это как раз вот то, что я говорил, наш пространственно-временной континуум, который нам помогает, вот мы можем вот это понять, мы только вот в этом измерении можем быть. То есть в определенное время, в определенном месте мы, люди, можем понять, как можно находиться. Уже, допустим, в другое время в этом месте, или в это время, но в другом месте мы вот так вот мыслим, мы не можем понять вот как-то по-другому, как это так? Вездесущий Бог, мы вот здесь и сейчас, а Бог, Он везде и всегда. Это как? То есть, понимаете, и для нас это вот так описано. Это, мне кажется, как если бы вот муравьям что-то пытаться объяснить на их языке. Они понимают язык запахов, они язык обоняния понимают. И для того, чтобы что-то сказать муравьям, допустим, чтобы они куда-то не уходили, мы можем вот специальными там ферментами нанести, допустим, какую-то окружность, и там будет для них запах, который не позволит им дальше пойти. Но что-то вот объяснить, вот почему это, и как это, и как это что-то устроено, мы не можем им языком запахов. Мне кажется, так и Бог с нами, Он с нами на нашем языке разговаривает, но Он намного шире, мироздание, оно намного глобальнее. Поэтому я и говорю, что и покой Божий, Он и сейчас, Он в Его творении тоже, и сейчас и в нас, и мы должны просто принимать Его покой и наполняться им. Он везде и всегда, и именно поэтому, вот, допустим, кровь Иисуса Христа, которая две тысячи лет назад была пролита за наши грехи, она сегодня нас омывает, потому что у Бога сейчас, у Него сейчас день, у Него сейчас это происходит. Ну, то, как я понимаю, насколько вот своим человеческим умом мы можем в это проникнуть. И многое, что мы считаем невозможным, не видим или не чувствуем, мы поэтому игнорируем и не понимаем. Но самая важная вещь, мне кажется, в нашей жизни все-таки это уметь входить в Божий покой, уметь быть просто. Потому что мы не можем, как муравьи, понять каких-то вещей, которые, ну, как бы они, может быть, и элементарны, то же самое. Но вот эта вот наша душа, чистый пар, она может просто воспринимать от Бога силы. Когда мы переживаем какую-то усталость, когда мы переживаем какие-то невзгоды, когда мы переживаем еще что-то, мы должны уметь просто становиться этим чистым паром сами в себе. Многое мы не понимаем, многое мы не осознаем. Там Господь, вот Он, как вот этот великий агроном, Он заботится, Он приводит нас в состояние баланса. Он знает, что нам нужно, Он знает, что нам не нужно. Он знает, как нас дальше повести. Если мы будем уметь вот это вот себе делать, если мы будем уметь приходить вот это в состояние равновесия и покоя, мы будем очень плодовитые, мы будем, как вот в этой схеме, чистый паром позволяет дальше быть плодородным, дальше, чтобы хороший урожай был, чтобы мы могли собрать вот именно вот это. Не понимая, может быть, не понимая многих вещей в Боге, не понимая многих вещей где-то в каких-то вещах, но мы должны просто становиться перед Ними. Знаете, просто стать перед Богом, перепахать себя, свое поле вот это вот жизненное, оттуда все, чтобы убрать. Это должно, такие времена в нашей жизни должны быть. И это, можно сказать, какие-то определенные, может быть, дни, часы. И это с одной стороны, когда мы туда входим, к Богу приходим, знаете, особо подготовить себя, перепахать. Не зря ведь, вспомните, первосвященники, когда им нужно было заступать, они готовились, они что-то делали внутри, одежда специальная. Вот у нас, ну, в наших евангельских церквях не принято, как бы там, что вот служители, специальные одежды кто-то одевает. Но, мне кажется, суть ее была вот не в том, вот изначально, не в том, чтобы как-то выделиться, показать, что я вот такой служительный, я другой, чтобы все видели вот это, как бы, вот. А суть в том, что когда ты ее одеваешь, ты настраиваешься на определенный лад. Ты просто себя как-то вот, свое сердце готовишь. Так вот, вот это тоже самое, чистый пар. Перепахать какое-то свое вот это вот, оставить где-то что-то, для того, чтобы Бог наполнил тебя, для того, чтобы Бог, Он дал тебе вот это вот понимание какое-то новое, чтобы Он тебе влагу вот эту жизнь и дал, чтобы вот то, чем ты истощен был на работе, может быть, в семье, или в служении, или еще в чем-то, вот это время восстановления. И это с одной стороны. А с другой стороны, вот это состояние, оно должно быть параллельно идти. То есть, что бы ты ни делал, ты вошел в Него, и оно должно быть параллельно. Господь, Он шесть дней творил, на седьмой день вошел в покой. Но это в нашем понимании. Мне кажется, Господь, Он пребывает в покое вечно. Он пребывает и одновременно, Он созидает. Но созидает Он опять же вот в этом в покое. И мы должны уметь входить вот в этот Божий покой. Мы должны пребывать в Нем. И заканчивая, я хочу сейчас прочитать еще одно место из Писания. Это Филиппийцам 4.7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мир Божий — это и есть вот это состояние покоя. Это и есть состояние черного пара, когда ты принимаешь, когда ты с миром относишься, и какие-то вещи творятся, что-то вокруг. Но мир Божий, он превыше всякого ума. То есть ты своим умом этого не можешь достигнуть и понять, как это. Ты можешь только наслаждаться им и принимать от Бога силу, от Бога вот это видение, от Бога движущую вот эту вот энергию. И он тебе поможет соблюсти сердце и помышление. То есть и твое сердце, ты будешь смотреть с пониманием на все. Ты не испортишься, твое сердце, оно не будет испорченным вот этим миром, окружающим нас вокруг. Даже несмотря на то, что происходит. Но если ты будешь принимать от Бога вот это вот все, то ты, который превыше всякого ума, ты это не сможешь описать, как-то объяснить. Ты это сможешь просто внутри себя пережить. И он соблюдет и сердце, и помышление ваше во Христе Иисусе. Помышление, то есть, соответственно, мысли, они формируют наши поступки. И ты не будешь поступать неправильно. И ты будешь, наоборот, поступать правильно. Если ты будешь в Боге, и если на твоем жизненном участке сего оборота будет вот этот чистый пар, будет Господь, ты будешь готов принимать от Него. Поэтому, друзья, давайте сейчас помолимся и будем принимать от Господа. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь. Просим, благослови нас, Божие, во имя Иисуса Христа. Понимать, что такое покой Божий, понимать, что такое мир Божий. Воспринимать от Тебя вот эти силы, искать их в Тебе, а не в этом мире. Пусть уйдет все ненужное и лишнее, Господь. Я хочу, желаю, чтобы у нас было это время наедине с Тобой, когда мы полностью перепахали себя и готовы просто принимать, лежать с Тобой, лежать, сидеть, идти, пребывать, плыть, бежать, ехать. Господь всегда с Тобой, всегда в Тебе, всегда имея, Господь, Тебя в Своем сердце. Спасибо Тебе, наш Бог. Аминь. Драгоценные. И сейчас в завершении я еще хочу сказать одну вещь. Хочу призывать вас к пожертвованию. Слава Богу, мы благодарим вас за то, что вы поддерживаете наше служение. И благодарны за то, что вы поддерживаете нас также в интернете. И то, что вы поддерживаете нас финансово. Пусть Господь благословит тех, кто открыт для этого. Открыт для помощи, в том числе финансовой, для распространения Евангелия, распространения Слова Божьего. Пусть Господь благословит вас и вас даст. Сейчас вы можете увидеть видеоролик о способах пожертвования. Будьте благословенны. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если бы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования, возможно, всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе. В сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова